Да, всем привет. У нас, наверное, сейчас… Да, уберется музыка, появится картиночка. Собственно, вы тут все пришли на доклад про каналы KotlinKroutins. Я, во-первых, сразу же хочу сказать пару важных объявлений. Так, первое объявление – то, что у меня совершенно не работает презентация. Это очень интересно. О, работает. Объявление, например, следующее. Вот вы тут прочитали, что тут про курутины, что-то, бла-бла-бла. На самом деле все, что я буду говорить про Kotlin, будет вот на вот этом слайде и на этом слайде. Больше про Kotlin не будет ничего. То есть доклад будет про алгоритмы, про конкуренси, и Kotlin там будет где-то мелькать в качестве каких-то примеров кода, в качестве кода, иллюстрирующего сам алгоритм. Но вот если вы ожидали, что мы тут сейчас будем кучу всего про Kotlin рассуждать, то нет, наверное, вы пришли не туда, и стоит посмотреть на то, что есть еще в параллель. Вот. Но такое ощущение, что либо люди стесняются уходить, либо все прочитали описание. Вот. Но, тем не менее, я вас всех предупредил. Вот на этом слайде есть чуть-чуть информации обо мне. И вот пока вы его читаете, мне вообще хочется познакомиться тоже с вами и понять, как бы, а насколько глубоко вы понимаете тематику того, о чем я сейчас буду рассказывать. Ну вот для начала хотелось бы понять вообще, кто хоть раз хоть что-нибудь писал на Kotlin. Ну, где-то там процентов 60. Отлично. А кто хоть раз при этом использовал корутины? Или кто хоть раз использовал корутины где-нибудь в других языках, например, в Go, в Rust, и еще там, не знаю, всякие осинка вейты. Ну вот, кто-то использовал. Отлично. Собственно, я тут говорил про корутины. Хочу такой некий интердакшен про них рассказать, что это вообще такое. Для нашего с вами доклада можно считать, что корутины – это такие вот легковесные потоки, которые мы можем практически забесплатно усыпить, а потом после этого практически забесплатно разбудить. То есть, когда вы исполняете код на корутинах, то на самом деле, в отличие от реальных потоков, вот эти вот реальные потоки, нативные потоки, они очень дорогие, потому что, ну, там выделяется много памяти, они там связаны с потоками в операционной системе и все такое, и поэтому их создание довольно дорого стоит, а корутины – они такие вот легковесные объектики, которые на самом деле переиспользуют нативные потоки. Поэтому их могут быть миллионы, и ваша система будет прекрасно жить. Ну и как обычно выглядит код на корутинах? Он выглядит примерно так. Вот здесь у нас с вами какой-нибудь реквест в базу данных. Вот клиент делает какой-то реквест. Мы сначала можем получить какой-нибудь специальный токен, который относится к этому клиенту, после этого сделать сам реквест в базу данных и как-то запроцессить результат. При этом вот это вот получение токена идет на один сервер, запрос в базу данных идет на другой сервер. И эти функции, вызовы этих функций, они могут уснуть из-за того, что там происходит какое-то ИО. И когда вы пишете на корутинах, вы на эту тему не паритесь. У вас просто вот эти вот request токен и do database request – это suspend функции. И поэтому, если вы здесь уснули, например, когда токен запрашиваете, то это не значит, что весь поток уснул. Это значит, что поток понял. Ага, тут кто-то делает ИОН, ну в принципе пусть им делает, а мы возьмем и пойдем исполнять следующую корутину. То есть потоки на самом деле будут переиспользоваться. Вот. И таким образом, когда вы пишете код на корутинах, код получается намного более приятным и понятным, чем если бы вы писали примерно такой же код, используя, например, futures. Ну вот, я совершенно не собираюсь рассказывать о том, как писать код на корутинах, какие есть паттерны. Если вы хотите узнать про то, как использовать корутины в ваших проектах, например, можно послушать доклад Ромы Элизарова, который, собственно, главный человек в корутинах. У него же есть бложек на Medium. А я буду говорить про алгоритмы каналов. Вообще, надо понять, что такое канал. Канал – это такой специальный примитив синхронизации, который обычно используется при общении корутин друг с другом. Ну вот, возьмем такую-то проблемку. Скажем, что у нас есть куча клиентов, они приходят и хотят послать в нашу систему какие-нибудь задачки на выполнение. И эти задачки обрабатывают воркеры. Соответственно, у нас клиенты посылают задачи, воркеры эти задачи забирают и идут с ними работать. Нам как-то нужно такую систему написать. И логично, что, во-первых, у нас каждый клиент – это какая-то корутина. Потому что если у вас там приходят десятки, сотни тысяч клиентов ненадолго, то мы можем создавать корутину для каждого из них и не париться. Ну, воркеры у нас тоже будут корутинами. И тогда для того, чтобы они друг с другом общались, мы можем между ними поставить специальный такой канал. Такая вот труба, в которую клиенты будут запихивать задачи, а воркеры будут из нее задачи забирать. То есть мы с вами создали канал, и тогда клиент просто посылает задачу в канал, а воркеры, например, может крутиться в бесконечном цикле и эту задачу, соответственно, забирать и ее процессить. Тут есть некоторая хитрость. Вот посмотрим сейчас, как вообще этот канал работает, что у него за семантика. Потому что вот я здесь написал, что воркеры, например, бесконечно крутятся в этом цикле и делают ресив. Ну, а что происходит, если задачи, например, нет? Нет. А происходит следующее. Стандартный канал, рандеву канал называется, он работает так. Вот у вас есть сент и есть ресив. И сент срабатывает только тогда, когда он встречается с ресивом. Ну, и ресив, соответственно, только тогда, когда он встречается с сентом. Если, например, в канал пришел сент, но еще никто не хочет из него ничего забирать, то тогда сент уснет. Точно так же, если ресив пришел на канал и говорит, дайте мне право за задачку, а задачек еще нету, то значит, этот ресив уснет до того момента, пока не придет сент и не отдаст ему задачку. То есть как это работает? Вот представим, что у нас еще клиенты не пришли, сортанул один воркер. И он вызывает ресив. Но еще никто ничего не послал в этот канал. И в таком случае этот воркер, он просто уснет. Он засыпает. Тогда приходит первый клиент. Этот клиент посылает задачу. Он видит, ага, там на этом канале ждет воркер, хочет нашу задачку. Давайте мы его разбудим, отдадим ему задачку, ну и пойдем каждый по своим делам. То есть получается такое рандеву, поэтому канал называется рандеву. И дальше они все продолжают выполняться. Но представим дальше, что воркер процессит как-то задачку, а в это время приходит второй клиент и делает сент. И сент тоже будет ждать, пока не придет какой-нибудь воркер и не вызовет ресив. То есть сент здесь уснет, потому что никто не хочет у него ничего забирать сейчас. Не с кем делать рандеву. Поэтому только когда воркер уже пойдет на второй заход, он увидит, что тут уже пришел на канал клиент, он там пытается поставить какую-то задачку, давайте-ка эту задачку у него заберем и его разбудим. Вот так вот работает рандеву-канал. Вот такая вот у него семантика. Соответственно, давайте попробуем такой вот рандеву-канал реализовать. Ну для того, чтобы нам его как-то реализовать, нам надо понять, что мы можем делать с нашими корутинами. Вот мы говорили, мы их там можем усыплять, можем их потом будить. Ну хочется чуть-чуть формализовать это все. Вот скажем, например, что у нас есть такой специальный класс корутина. В этом классе будет еще поле элемент, который мы будем для своих нужд использовать. То есть это элемент, который мы хотим послать. То есть если это send и send засыпает, то send засыпает, когда засыпает, он в это поле элемент пишет элемент, который посылает. А если это, например, уснувшая операция receive, то тогда прежде чем ее разбудить, send будет вот в это же поле элемент записывать элемент, который он отослал и, соответственно, потом уже будить. Ну и есть у нас утильные методы, которые позволяют получить текущую корутину, которые позволяют, соответственно, усыпить корутину и разбудить корутину. И попробуем РДУ канал наш сделать. Вот у нас скажем, что есть… А вам вообще что-нибудь видно? А то я тут стою так. Не видно. А скажите, вот здесь есть люди, которые снимают видео, да? А мы можем как-то стоечку подвинуть, чтобы и люди, и участники видели, что тут за код написан? И, собственно, я мог стоять. А может кто-нибудь помочь в этом? Тут какие-то провода, наверное. Я сейчас все сломаю. Без зарядки я, наверное, переживу. А вот без… А, вы прилегайте сюда, вниз. Окей. Так, подождите. Видите, так не выйдет. Так-так-так-так-так-так. А так лучше? О, огонь. Вы, если что, говорите сразу же, потому что мне вот не всегда понятно. Вот вы ничего не видите и слушаете просто. Это же бесполезно. Так, а правда же у нас там было еще что-то же непонятное, да? Ну, будем считать, что все-все поняли. Все-все поняли? Да, помню. Все инвестивно понятно. Все инвестивно понятно? Отлично. Ну, так будет не весь доклад. Ну, вот смотрите, вот мы, собственно, хотим написать наш рендевый канал. Что у нас есть? У нас есть очередь сендеров, которые ждут на канале, и очередь ресиверов, которые тоже ждут на канале. Тогда наш канал выглядит очень просто. Вот напишем, например, операцию send. Что она должна делать, если у нас однопоточная реализация? Она должна пойти в очередь ресиверов и спросить, так, а есть ли тут какой-нибудь ресивер, который сейчас ждет на канале? Если такой ресивер есть, то тогда, точнее, так, секунду. Если таких ресиверов нету, то есть не с кем делать рендеву, тогда, значит, мы должны уснуть. Мы берем текущую корутину, в нее записываем элемент, который хотим послать, и дальше себя добавляем в очередь ждущих сендеров и засыпаем. После того, как нас разбудят, мы, соответственно, просто завершимся. А если же очередь ресиверов не пустая, тогда мы берем из этой очереди ресиверов первую корутину, записываем в нее элемент, который мы хотим послать, и будем эту корутину. Но ресив выглядит примерно так же, только с той лишь разницей, что он проверяет другие очереди, потому что R&DU делает, и вместо того, чтобы записывать элемент, его забирает. То есть он здесь сначала смотрит, а очередь сендеров пустая или не пустая. Если пустая, то он должен уснуть. Соответственно, себя добавляет в очередь, и север засыпает, и когда просыпается, забирает элемент, который ему послали. А если же есть с кем делать R&DU, то есть очередь сендеров не пустая, тогда он первого сендера берет, забирает у него так же элемент, будет этого сендера, ну и возвращает результат. Всем все понятно? Отлично. Вот смотрите. Теперь посмотрим, как R&DU канал, многопоточная версия, сделана в разных языках. Вот, например, в Go. Все знают Go? Ну да ладно, все должны знать Go, просто стесняетесь. Вот в Go сделано очень просто. Они сказали, а давайте возьмем блокировку, и будем мы все эти операции с EnderSeal делать под глобальной блокировкой. Все. То есть такое очень простое решение. Тупой в лоб, всегда работает, но интуитивно не очень хороший по перформансу. То есть из-за того, что у нас есть несколько потоков, приходят работать с этим каналом, значит все упираются в эту блокировку, у нас ничего не скейлиться, нет никаких гарантий прогресса, потому что если кто-то держит блокировку, у него отобрали CPU, то все. Все теперь ждут, пока CPU вернут. Особенно это актуально на каких-нибудь клаудах. Ну и, соответственно, кажется, решение не самое лучшее. Давайте посмотрим, что еще есть. У нас же кто пионер в конкурентности из языков? Конечно, Java. Вот в Java еще в 2006 году появилась такая штука, как сохранность Q. На эту тему даже есть в пейперах. Собственно, я вкратце расскажу, как это устроено. Вот кто-нибудь из вас знает, как устроен Java-узел-конкурент, конкурент-линкт-кью? Вот. Два человека знают. Ну, в общем, из-за того, что крутин сами по себе очень легкие, как объектики, и не происходит каких-то нативных контекст свечей, поэтому все быстро. Есть шедулер. Есть шедулер крутин, у которого, по сути, есть такой-то thread pool. Есть какой-то thread pool, где куча крутины, они там сами менеджеры. В каком-то виде, да. Звук появился, это уже хорошо. Спасибо. Спасибо. А тут все из Минска. А поднимите руку тех, кто не из Минска. Ух ты, прикольно. А кто не из Беларуси приехал? Не, ну ты не считаешь себя, потому что... Ну, почти, почти. А может быть, мне вот так вот сделать? Не, ну это очень интересно. Так. Теперь у меня хорошо отображается. Так, интересно, а что вот с этим делать? Кого? Ну, это не Windows. Нет, это очень интересно. А как такое вообще у нас получается? Ой-ой-ой-ой. А вот это все тоже на трансляцию попадает, да? А я вот не понимаю. А вот тут так, а там четвертинка. Четвертинка. Не, ну, это знаете, вот есть такой принцип, что самое главное... На слайде должно быть в левом верхнем углу. Поэтому... Ну вот видите. Вот эта вот штучка, она просто не очень важная. Ее можно сказать словами. Ну вот где-то так, да. Четвертиночку такую вот видим. А может мы сделаем... Лучше масштаб уменьшить. О! Супер. Отлично. Мы можем продолжать, да? Пока не решили. Продолжать можем? У нас идет запись. Отлично. Давайте продолжать. Ну, собственно, я тут говорил, что... Давайте напомню, что у нас в Java есть такая штука, называется Synchronous Queue, которая, по сути, тот же самый канал, только просто по-другому называется. На нем также есть операция Send, также есть операция Receive. Они, правда, сделаны на потоках, а не на корутинах, но это не так варно с точки зрения алгоритмов. И основанное это все на некой очереди Майкла Скотта. Такая, наверное, самая известная неблокирующаяся очередь. Я вкратце расскажу, как она вообще работает. Идея глобально заключается в следующем. Созьмем с вами рандеву-канал. В нем Send приходят и делают рандеву-сорегистов, но и ресивер приходят, делают рандеву с сендами. И очевидно, что не может быть такого, что на канале ждут одновременно и сендеры, и ресиверы. Ну, потому что если там и операции Send, и операции Receive ждут на канале, то они там должны были уже друг с другом рандеву сделать. Поэтому только либо операции Send ждут на канале, либо операции Receive, либо вообще никто не ждет на этом канале, никому не нужен наш канал. Ну, собственно, как выглядит очередь Майкла Скотта? Выглядит она примерно следующим образом. У нас есть с вами нады. В каждой наде, вот в случае нашего канала, мы храним, во-первых, элемент, который мы хотим послать. В случае ресивов давайте просто хранить специальный маркер, Receive element, чтобы вообще отличать сенды от ресивов. И храним саму крутину, которая там спит. То есть это очередь ждущих запросов. При этом в очереди Майкла Скотта у нас первая вершинка, это не первая в очереди. То есть первый элемент это вот это тут. А первая вершинка это такая дамби вершинка, она нужна для того, что нам легко может было задать пустую очередь. То есть пустая очередь это когда хед и тейл указывают на эту дамби вершинку. А первый элемент это следующий за хедом. Окей? Отлично. То есть у нас есть операция dq на этой очереди, она просто сдвигает хед вперед. Есть операция enq, которая создает новую вершинку, меняет next у текущего тейла и сдвигает тейл вперед. Делает это все атомарно. Я не буду сейчас даваться подробностей того, как это устроено, но вот сам канал на основе такой очереди выглядит примерно следующим образом. Мы читаем тейл, мы читаем хед, потом смотрим, если тейл и хед равны, то есть очередь пустая, там никого нет. Либо если в очереди ждут операции send, то есть в тейле у нас ждет sender, то это значит, что нам в любом случае нужно уснуть. Мы тогда пытаемся добавить в эту очередь элемент, добавить его после тейла и уснуть. Понятно, что параллельно могут прийти какие-то другие потоки, то есть кто-то уже обновил тейл тоже, тоже там что-то по-назабавлял, вообще хед тоже мог обновиться, но в таком случае мы просто начинаем операцию заново. Вот. Ну а если же у нас очередь не пустая и там ресиверы, то значит мы можем сделать рендеву. Тогда мы пытаемся подвинуть хед вперед. Если мы хед вперед подвинули, то значит все хорошо, мы вытащили первый элемент первого ресива, мы его же и разбудим. Соответственно, например, чтобы сдвинуть хед вперед, мы можем использовать такую инструкцию, как campaign set. Кто-нибудь знает, что такое campaign set? Вот. Касс. Ну вот половинка знает, половина не знает. Это такая вот инструкция, которая выглядит следующим образом. Вы, например, говорите head.kpnset, там не знаю, текущее значение, оно какое-нибудь следующее. Это что она делает? Она означает некий булля, который говорит, что если у нас получилось атомарно поменять хед со значения, которое текущее на новое значение, которое мы указали, оно вернет true. Если не получилось, то вернет false. То есть тем самым мы можем, вот здесь прочитали tail и хед, и дальше, когда мы, например, элемент будем вытаскивать, нам же важно, чтобы этот хед не поменялся. Потому что если он уже поменялся, то значит нам надо начать операцию заново. Там уже кто-то вклинился и непонятно, что в этой очереди хранится. Поэтому, когда мы сдвигаем хед вперед, мы просто говорим, что сейчас он должен быть таким, каким мы его изначально прочитали, ну и, собственно, сдвинем его на следующий. Так работает, в принципе, точный алгоритм. И сама очередь, вот это вот решение на очереди Майкла Скотта, оно очень прикольное. Оно очень прикольное, потому что очередь Майкла Скотта это самая популярная очередь, наверное. Она всем понятно известна. Я вот не вдавался в подробности, как там реализована синхронизация. Ну, есть пейперы, в которых все хорошо описано. Есть там куча докладов на эту тему. И эта очередь, она гарантирует, что мы не будем блокироваться вот в так называемой фазе регистрации. То есть, мы же можем уснуть. В этом плане алгоритм наш, он блокирующийся по дизайну. Но вот та часть, которая либо, где мы делаем рендеву, либо мы добавляем себе очередь и засыпаем, вот этот кусок алгоритма, это вот такая фаза регистрации. Вот в этой фазе регистрации мы гарантируем, что наш алгоритм, он не блокирующийся. То есть, никто никакие блокировки там не берет. Нет такого, что какой-то поток там, если уснул, то все остальные должны его ждать. Нет. Если кто-то уснул, то все остальные спокойно будут работать. Но вот у этого алгоритма есть другой минус. Во-первых, это означает, что на каждое засыпание мы должны создавать новую надул, что как бы повышает нагрузку на garbage collector. Также вот в исходном алгоритме, если мы решим из серединки удалить куртину, а это актуально в случае куртин, то есть в случае куртин у нас есть cancellation. То есть в кокрине, например, вы можете ждать же ждать, потом по какому-то таймауту отвалиться. Это значит, что этот запрос уже никому не нужен. Это значит, нам нужно из середины очереди взять и эту куртину выпилить. Наду, которая связана с этой куртиной, взять и выпилить. И в исходном алгоритме мы это можем делать только за линейное время, это количество, собственно, ожидателей. Но это не то, что мы хотим. Ну и опять же, очередь Макроскота известна тем, что это очень простая и корректная многопоточная очередь, но она совершенно не масштабируется. Ну давайте что-нибудь придумаем. Первая наша идея заключалась в том, что давайте не будем пытаться делать слишком навороченное что-нибудь. Давайте просто скажем, что мы храним теперь не одну вершинку. Ой, не… Мы храним теперь не одного ожидателя в вершинке очереди, в этой наде, а храним несколько там k штук, где k это какая-то константа. И таким образом у нас получается, что, во-первых, меньше нагрузка на garbage collector. Во-вторых, если мы, например, постоянно сэндим в эту очередь, там или ресивуем в канал, или ресивуем из этого канала, мы попадаем все в тот же массивчик с этими ожидателями в текущей наде. И, значит, у нас меньше кэшмиссов будет. Ну и также мы придумали, как сделать удаление из середины очереди, которое работает за константное время. И это для нас, для курутины актуально. Получили вот такие забавные результаты. То есть здесь я сравниваюсь и с Go и с Kotlin. То есть я сделал галлоритм как на Go, так и на Kotlin, чтобы, ну, со всеми посреди, где мы лучше, где мы хуже. И видно следующее. Тут вот эти вот сверху, это то, что касается Go. Зелененький – это наш алгоритм, а вот такой вот оранженький – это алгоритм Go. И видно, что для родового канала, как только у нас становится потоков 2-4 и больше, то вот на левом графике у нас ситуация такая. У нас один консюмер и куча продюсеров. А количество курутины такое же, как количество потоков. То есть здесь у нас время, значит, что чем меньше результат, тем лучше, тем быстрее мы отрабатываем. А здесь у нас количество потоков, которые мы дали шедулеру. Соответственно, слева у нас один консюмер, и все остальное – это продюсеры. То есть как будто у нас есть такой вот актор. Соответственно, видно, что если у нас там куча-куча потоков начинают работать с этим актором, то тогда мы начинаем… У нас не ухудшается перформанс. А если же у нас количество чуваков, которые шлют в канал и которые из этого канала делают ресив, оно одинаково, то здесь вот два случая. В одном случае у нас количество курутин равно количеству потоков, а в самом правом случае у нас количество курутин, оно равно тысяче, то есть такое фиксированное. И видно, что мы везде выигрываем, когда уже получается какая-то конкуренция. Также можно заметить, что, конечно, наш перформанс с ростом количества потоков, он ухудшается. И это нормально, потому что этот алгоритм, он совершенно не скейлится, он просто корректный и не так сильно проседает по перформансу, как вот гошный алгоритм. Но, тем не менее, ожидать здесь того, что, блин, мы тут стали отрабатывать быстрее, было бы странно, потому что наш алгоритм, он все равно получается де-факто последовательный. Просто такая синхронизация. Добавлено, чтобы он остался корректным в многопоточной среде. А внизу я сравню с котленом. И видно, что в случае, когда у нас один консюмер, то что текущая реализация в котлене, что санхронную с кью, которая есть в джаве, что наша реализация, они работают примерно одинаково. А дальше мы чуть-чуть выигрываем у синхронного с кью, потому что мы храним несколько элементов, собственно, в одной наде. Это нам позволяет где-то там в полтора, в два раза, в зависимости от сценариев, быть лучше. Ну и мы также видно, что сильно лучше, чем текущий алгоритм, который сейчас есть в котленку рутинс. Ну окей. Правда, на это все смотришь и думаешь, ну что-то как-то… Вот мы послали это на некую конференцию Europar, это научная конференция. В этом году опубликуется, соответственно, в июне. Ну вот мы это все посмотрели, посмотрели и поняли, что нет, нет, это не то, что мы хотим. Хочется как-то попытаться достичь большего перформанса. То есть смотришь на графике, ну прикольно, конечно, но не внушает. Ну да, мы лучше Go. Ну мы, очевидно, лучше Go. Мы там улучшили текущую реализацию котленовскую и там лучше, чем алгоритм, который сделали 13 лет назад. Ну офигенно. А давайте, может быть, мы можем все-таки большего. Ну и на самом деле можем. Если посмотреть… Ну то есть посмотрите, канал, он по своей структуре, он очень похож на очередь. Просто у него такая некая специфичная семантика, что у нас должно быть рандеву. Но в каком-то смысле, вот интуитивно, кажется, что ну это же почти очередь. И поэтому логично посмотреть, а что вообще сейчас делается с очередями. И в очередях сейчас тенденция такая. Самые быстрые очереди, они сделаны так, что в местах, куда приходит куча потоков, вы делаете не компайн-сет, который может обваливаться постоянно, и поэтому вам нужно много-много раз ретраиться. А вы делаете fetch and dead, который гарантированно отработает. Потому что у него такая семантика. Fetch and dead – это операция, которая берет какой-то регистр и увеличивает его на, не знаю, там, на единичку, если вы захотели на единичку, и возвращает старое значение. Вот. Она гарантированно увеличивает на ту константу, которую вы задали, и возвращает просто старое значение. То есть вы не знаете на момент вызова fetch and dead, а что вообще там было. И все-все-все крутые алгоритмы, вот я два из них привел, они все опубликованы на конференции PIPOP. Это самая крутая конференция по конкарнси, которая такой, по практически при минимуму конкарнси. У них идея такая, что давайте использовать fetch and dead в том месте, где куча потоков приходит, а потом мы там где-то еще для синхронизации будем использовать компайн-сет, но уже там, где контеншена особого нету, там, где он, скорее всего, не зафейлится, и все такое. И давайте мы тоже попробуем что-нибудь на эту тему придумать. Вот, во-первых, скажем, что, ну, представим, что у нас есть 128-битный атомарный регистр. Такого не бывает. Ну, точнее, бывает в процессорах, бывает, где-то на плюсах можно написать, если вы знаете, что в вашей архитектуре такое поддерживается. Но в нормальных языках программирования никто вам не даст такой примитив, как 128-битный атомарный регистр, потому что он не везде есть в железе. А мы сейчас представим, что он все-таки есть. И в этом 128-битном регистре мы будем хранить два счетчика. Счетчик количества операций send, которое было за все время жизни канала, и счетчик количества операций receive, которое было за все время жизни канала. И будет еще у нас бесконечный массив. Ну, что, мы уже придумали 128-битный регистр, можем себе позволить. Можем себе позволить бесконечный массив. И тогда мы можем сделать наш канал очень хитрым образом. У нас идея такая. У нас каждая операция, будь то send или receive, она приходит, увеличивает счетчик. Получается, соответственно, во-первых, значение счетчика, которое было на момент увеличения, во-вторых, получается снапшот. Снапшот из этих двух счетчиков тоже на момент увеличения. Что нам это дает? Вот как у нас будет устроен send? Мы берем и увеличим счетчик сендеров. И получаем снапшот количества операций send, количества операций receive на этом канале, которое было до того, как мы увеличили. Это значит, что если количество операций send было больше, чем количество операций receive, то рандеву нам делать не с кем. Правильно? Ну, если у вас количество операций send пришло больше, чем количество операций receive, то значит send должен ждать receive. Это означает, что мы в таком случае идем в наш бесконечный массив, идем в ячейку с индексом вот этого S, который мы получили. То есть каждая операция send идет в свою ячейку. И записываем себя туда, как ожидателя. А если же мы увидели, что количество операций receive было больше, то значит мы можем разбудить этого receive, можем сделать с ним рандеву. Мы идем все в ту же ячейку S, по индексу S, и будем ресивера, который там лежит. То есть получается так, что каждая пара send и receive, она работает с одной ячейчкой в нашем массиве. То есть вот как это происходит. Есть пример. Параллельно у нас выполняется send и параллельно выполняется receive. Вот они изначально, что ресиверс указывают на первый элемент в массиве. То есть когда мы делаем receive, мы сначала увеличиваем счетчик ресиверов, потом туда сохраняем к рутину, ну и засыпаем. Тогда потом send увеличивает счетчик сендеров, смотрит, что ага, там уже были ресиверы. И, соответственно, делает рандеву. Ну все вроде бы понятно, да? То есть такая простая идея. Возникает вопрос, что в этой идее не так? Почему оно не работает? Почему-то алгоритм, который написан справа, почему он не сработает? Ну да, там есть некоторая гонка. Что вот представим, что у нас receive увеличил, например, счетчик, потом пришел send, увеличил свой счетчик, такой смотрит в ячейку, а там еще никого нет. Потому что receive еще не успел записать туда себя. Поэтому рандеву делать не с кем. Но на эту тему можно поступить очень просто. Есть такой приемчик, как давайте… Я хотел сказать, давайте сломаем ячейку, но не вот это все. Ну в общем, там прием примерно такой. Представьте, что у нас send и receive, они… Зачем, send пришел делать rdu со receive, а receive еще нет в ячейке. В таком случае мы можем сказать, вот этот send смотрит, так, ячейки еще пустые, мне не понятно, с кем делать rdu. А давайте пометим эту ячейку как сломанную. Просто в нее мы сломаем. У нас будут… В ячейке все переходы осуществляются с помощью операции по client-s. Тем самым гарантируем, что переходы осуществляются только по той спеопрошении, которую мы там все придумали. Значит, что у нас означает? Ячейка пустая. Если туда приходит кто-то уснуть, он кассов себя с пустой ячейки и на себя записывает, собственно… Ну, записывает себя. Дальше, когда кто-то пришел разбудить, он читает эту ячейку и смотрит, ага, там записана карутина какая-то, давайте тогда мы… Мы ее разбудим, после этого переведем наш ячейку уже в состояние дан, что все, отработает. Но, если случилась гонка, и вот как в нашем случае, send пришел, а ячейка еще пустая, то тогда он попытается поменять ячейку с пустой на некотором состоянии broken. То есть он ее тупо сломает. И в таком случае, когда resif проснется и решит уже себя записать в эту ячейку, он увидит, что ячейка уже сломана. Ему придется начать операцию заново. Тогда и send начнет операцию заново, и resif начнет операцию заново. И наш баланс на счетчиков, он никак не изменится, потому что, что send начнет операцию заново, снова увеличит счетчик. Что resif начнет операцию заново, снова увеличит счетчик. То есть в каком-то смысле тут произошло рандеву, которого не произошло. То есть им обоим нужно просто начать экранцию будет делать завтра. Самое здесь интересное, это то, что все это на практике нафиг не нужно. То есть на практике мы можем делать гораздо выгоднее и делать иначе. Сказать, что это, конечно, замечательно, такой способ, он нам… Бедные люди, которые будут потом смотреть трансляцию. Простите, ребята, я тут говорю просто еще что-то в перерывах, поэтому трансляция получается не очень. Вот. Самое интересное, что… Что нам дает такой способ? Если мы человеку делаем сломанную, если мы ее делаем сломанной, то тогда нам это гарантирует какой-то прогресс. Это значит, что send, он не должен ждать, пока receive себя запишет в эту ячейку. Он может сказать, ой, ячейка сломана, пойду, начну свою операцию заново. Но на практике выгоднее получается просто взять и в каком-то цикле подождать, пока ячейка станет не пустой. Потому что мы знаем, что вот-вот receive туда уже запишет себя. В принципе, лучше подождать, чем ломать ячейку, начинать заново вот это вот все. И на практике мы именно так и делаем. То есть наш алгоритм получается блокирующимся с точки зрения его анализа. Но наша блокирующаяся версия, она получается более масштабируемой. И это вообще очень важная мысль, что от того, что ваш алгоритм, он там, не знаю, lock-free или wait-free, из этого никак не следует, что он масштабируем. Из этого просто следует, что есть какие-то гарантии прогресса. И больше ничего. Поэтому очень часто в конкуренции происходят какие-то трейд-оффы. Когда мы делаем алгоритм, ну почти не блокирующимся, как у нас, но при этом это нам позволяет достичь каких-то лучших результатов. То есть в данном случае что плохого-то будет? У нас же не будут все потоки ждать вот этого receive, правильно? Это конкретному send не повезло. Он пришел, а receive себя еще не записал. Ну вот пусть конкретный send и подождет. Ничего страшного не обломится. Окей. Тут есть вопросы по поводу такого вот скетча, как алгоритм работает? Если есть вопросы, лучше задать сейчас. Ну какие-то еще send и receive подключаются. Ну и ладно. Они тоже будут увеличивать счетчик и будут работать другие send и со своими ячейками. Придет еще send, он уже будет работать с этой ячейкой. Придет еще receive, тоже будет работать со следующей ячейкой. То есть каждая пара send и receive, она работает со своей уникальной ячейкой. Окей. Собственно, да. У нас каждая пара send и receive работает со своей ячейкой. И в зависимости от того, где мы send или receive, мы увеличиваем соответствующий счетчик. Что нам дает понять, а с какой конкретной ячейкой в этом бесконечном массиве мы должны работать. Осталось два вопроса. А откуда нам взять 128-битный счетчик и бесконечный массив? Ну это уже мелочи. Давайте разберемся сначала со счетчиком. За счетчиком идея следующая. Мы этот счетчик всегда увеличиваем на единичку. И нам нужно соответствовать с 8-битным. Почему? Вот никто не задал этот вопрос. А он нужен, потому что если у нас 32-битные счетчики будут, то они будут переполняться. Ну счетчики для send и для receive. А 64-битный счетчик, он никогда на практике не переполнится. Вот. То есть 64-битный счетчик, который увеличивается на единичку, это счетчик бесконечный. Собственно, нам нужно вот как-то эти два 64-битных счетчика вместе поддерживать. И делаем мы это следующим образом. Ух ты. Вот смотрите. Давайте скажем следующее. Давайте будем в одной 64-битной переменной хранить младшие части обоих счетчиков. А отдельно будем хранить их в старшей части. То есть когда мы делаем инкремент, например, мы увеличиваем счетчик с сендеров, мы увеличиваем конкретно вот этот счетчик и получаем в тот же момент снапшот младших частей счетчиков с сендера receive. И тут такая хитрость. Мы вот увеличиваем, 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 и этот счетчик может когда-то переполнится. Поэтому мы храним не 32 бита на счетчик, мы храним 31 бит на счетчик. И один бит у нас отвечает за переполнение. То есть когда у нас счетчик переполняется, у нас здесь уставляется бит. Ага, счетчик переполнен. Это означает, что нужно пойти и от Амарда сделать следующее. Нужно увеличить счетчик старших частей и сбросить этот бит. Ну как все заново у нас? Счетчик со старшей частью… Точнее старшая часть счетчика будет больше. Ну собственно все, да, дальше крутимся, крутимся, крутимся. Как только снова переполнились, увеличили старшую часть, сбросили бит. И как это делается? Делается это следующим образом. Давайте скажем, что у нас есть read-write блокировка. Она будет немножко хитрой. Это не read-write блокировка из пакета java.util.concurrent. Это вот своя будет. Я объясню, как она работает. Но концептуально мы делаем следующее. Когда мы хотим заинкремитить какой-нибудь из счетчиков, мы берем блокировку на чтение. А вот эта блокировка, она отвечает за обновление старших частей. То есть если мы хотим просто взять эти старшие части и не хотим их менять, мы берем блокировку на чтение. А если хотим их поменять, мы берем блокировку на запись. Собственно мы берем блокировку на чтение старших частей, тем самым гарантируя, что вот обе эти перемены никто сейчас поменять не сможет. Тогда мы читаем старшие части, увеличиваем младшую часть и отпускаем блокировку. Мы получили снапшот. При этом вот эта вот read-write блокировка – это просто две операции Fetch and Dead. То есть в нашем случае это обычный регистр, который есть, в котором хранится количество потоков, которые сейчас держат блокировку на чтение. Либо же если кто-то держит блокировку на запись, просто хранится какое-то большое число плюс количество потоков, которые ждут блокировку на чтение. То есть если мы хотим взять блокировку на запись, это означает, что мы ее можем взять только тогда, когда никто не хочет блокировку на чтение, то есть делая k с нуля на какое-то большое число. А когда мы берем блокировку на чтение, мы просто увеличиваем вот этот регистр и ждем, пока он будет меньше этого большого числа, то есть пока не отпустят блокировку на запись. И таким образом в большинстве сценариев, то есть нам же нужно редко-редко обновлять старшие части. Раз там во сколько? В 2 в 31 это… Ой, это раз там в миллиард операций нам нужно взять эту блокировку. Ну, в общем, в большинстве случаев у нас просто вначале делается fetch and dead, потом делается чтение старшей части, инкремент младшей части, еще один fetch and dead и еще один fetch and dead, чтобы отпустить блокировку. Ну, а если же все-таки произошло перепреполнение, мы берем блокировку на запись, сбрасываем бит, спокойно увеличиваем старшую часть, ну и отпускаем эту блокировку. И вот в этот момент никто вообще ничего с нашим счетчиком делать не может. То есть наш алгоритм снова получился блокирующимся. Но получился очень быстрым, потому что вот эта блокирующаяся часть, она настолько редко вызывается, там раз в миллиард операций, что нам вообще наплевать. Окей. Понятно, как работают счетчики? Отлично. Теперь осталось разобраться с бесконечным массеем. Ну вот в предыдущем решении, в первом нашем решении, я говорил, что мы сделали так, что в очереди Майкла Скотта мы научились хранить k-элементов и удалять при этом эти элементы за от единицы. Собственно, здесь мы храним очередь Майкла Скотта из таких вот сегментиков. У каждого сегментика есть айдишечка. И каждая ячейка внутри сегмента, она тоже как-то пронумерована. То есть если мы хотим обратиться к какому-то элементу массива, мы знаем, в какой сегмент, в сегмент с каким айдим мы должны пойти и какая именно ячейка в этом сегменте нам нужна. Дальше как это все работает? Мы когда хотим сделать какую-нибудь операцию, мы читаем head detail и увеличиваем счетчик. Потом смотрим. Если мы хотим сделать рандеву, то значит нам нужно искать нужный нам сегмент, начиная с хэда. И мы ищем нужный нам сегмент, начиная с хэда, при этом мы еще head передвигаем вперед, если он уже больше никому не нужен. А иначе, если мы решаем, что нам нужно уснуть, то мы начинаем с tail искать нужный нам сегмент. Параллельно мы создаем нужные… Если нужного нам сегмента еще нету в нашей с вами очереди сегментов, мы этот сегмент создадим, как-то в оригинальном алгоритме делается, и уже с ним будем работать. Собственно, вот идея на это так работает. И давайте посмотрим теперь, какие получились результаты. То есть вот здесь наш новый алгоритм, второй алгоритм. Он уже синенький. И видно, что если у нас там один консюмер, то здесь ничего не поможет. Из-за того, что он один, он все равно не успевает ничего обрабатывать, поэтому, собственно, у нас графики не сильно отличаются. Когда у нас нагрузка более сбалансированная, то мы начинаем работать сильно-сильно лучше, чем и наша предыдущая реализация, и то, что сделано в Go, и то, что там сейчас в Kotlin есть. То есть мы очень стабильны. И даже чуть-чуть начинаем скейлиться. И это очень круто. Это означает, что если вы пишете какой-то код, и вы даже сейчас не знаете, нужен вам тут перформанс, нужна вам тут масштабируемость или нет, вы просто берете этот канал, а тем более если знаете, что масштабируемость нужна, берете наш канал и его используете, и не паритесь. У вас возрастет нагрузка, и у вас не получится, что там, я не знаю, внезапно на синхронизацию и устали тратить кучу-кучу времени. Нет. Все будет стабильно хорошо. Вот. А еще у меня ощущение, что у нас доклад до… Да? До минус 8 минут. И у нас есть отдельная большая тема, которую я изначально думал обсудить. Давайте я, наверное, дам завязочку, а потом мы можем пообсуждать ее после доклада, если кто-то захочет. У нас, смотрите, у нас часто, когда вы пишете код с каналами, вам совершенно не нужно, чтобы сент ждал ресива. Вам не нужно, чтобы клиент, когда посылает задачу, чтобы он ждал, пока там появится воркер, который хочет ее забрать. Вы хотите просто послать задачу. И вы при этом часто хотите сделать как? Если у вас этот канал будет всегда, вот с этот сент будет неблокирующимся, это значит, что если у вас воркеры не справляются, то у вас вот эта вот очередь задач, она будет расти, 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 и вы в итоге умрете. Поэтому хочется как-то иметь буфер. То есть в нашем своем канале у нас, представим, что есть буфер на k-элементов. И это означает, что первые k-сентов, они будут без какого-то засыпания отрабатывать. Но потом, если этот буфер переполняется, то, ну извините, мы как-то должны наши конкарности ограничивать, как-то наших клиентов тоже должны ограничивать, потому что воркеры все равно не справляются. Поэтому давайте после этого засыпать. То есть получается такой вот buffer channel. И на практике почти все каналы, которые используются в системах, это buffer channel. То есть как это работает? Вот если у нас с вами канал с буфером один, это значит, что ровно один сент может отработать без засыпания. Вот у нас воркера сейчас никакого нет, приходит сент, и он не уснет. Он просто отошлет эту задачу, и все, и пойдет дальше своими делами заниматься. А если придет второй клиент, то уже буфер полный, и поэтому ему придется уснуть. Но тогда, когда придет воркер, он, во-первых, заберет задачу, которую отослал первый клиент, а после этого буфер опустеет. Это значит, что он может взять первого ожидателя и его разбудить, положить его задачу в буфер. Собственно, так оно и работает. И дальше я планировал рассказать, мол, как вот этот buffer channel он устроен, там вообще куча разных проблем, но мы совершенно не успеваем. Поэтому давайте мы это пропустим. Пропустим, пропустим, пропустим. И вот я покажу как-то на графиках. Поверьте, мне можно что-то придумать, и можно сделать buffer канал на вот этой структуре, которую я рассказывал. А на графиках это выглядит следующим образом. Скажем, что у нас capacity, ну сначала давайте не так сильно издеваться над Go и Kotlin'ом текущим. У нас capacity 32. Начинается, что у нас буфер размера 32. И видно, что у нас если нагрузка сбалансированная, то мы вообще в очень шустрой работаем. В то время как какой-нибудь Go, когда ему начинают несколько потоков туда пихать, он начинает просто умирать. А нам пофигу, у нас как бы все замечательно. У нас так организован алгоритм, что нету какой-то единой точки синхронизации. За то, что у нас он построен на Fitch & Daddy, то есть у нас вся синхронизация главная, она происходит на увеличении этих счетчиков. И мы ограничены перформансом Fitch & Daddy по сути. Да, у него есть какое-то ограничение, но для каких-то бизнес-задач это все ерунда. И поэтому видно, что у нас здесь очень-очень хорошая масштабируемость. В отличие от каких-то других решений. Если мы скажем, что у нас буфер 128 элементов вмещает, то тогда все становится еще лучше. То есть видно, что вообще огромный разрыв между Go и нашим решением и между текущей реализацией в Kotlin и нашим решением. Вот. И я не успел рассказать про баферит каналов по ней алгоритмы из-за наших накладочек. Но там это не все, что есть. То есть кроме того, есть на каналах специальный оператор Select, который позволяет атомарно, например, получить элемент из одного из двух каналов. То есть вы говорите, я хочу получить элемент либо там, не знаю, из канала А, либо из канала Б. И вы получаете либо из одного, либо из другого. Гарантировано, что только из какого-то одного из них. Также каналы можно закрывать. Каналы можно канцелить. То есть, более того, нужно обеспечить обратную совместимость с тем решением, которое сейчас есть в Kotlin Cortines. И это очень большие задачи. Поэтому то, что я сейчас рассказывал, привел к этой графике, это то, чего прямо сейчас в библиотеке Kotlin Cortines нет. Это то, что мы сейчас пытаемся причесать и довести уже до какой-то финальной стадии. Ну и интересное такое наблюдение. Могли заметить, что в целом блокировки это не так уж плохо. То есть видно, что Go, конечно, хуже, чем наш второй алгоритм, сильно хуже. Но чем наш первый алгоритм, который на очереди Майклоскота сделан, он проигрывает не так уж не так уж сильно, как изначально ожидалось. И кроме того, код получается намного проще. Поэтому в принципе то, что сделано в Go, это классно. Они взяли простое решение, его запрограммировали, и у них все работает. Но мы решили, что мы готовы потратить больше времени на канал, и поэтому мы сделали лучше. Но тут вопрос только в том, кто сколько времени готов потратить на ту или иную фичу. Ну и соответственно все наши алгоритмы, наш крутой алгоритм, он в каких-то местах постоянно является блокирующимся. То у нас каунтеры могут заблокироваться из-за right lock, то у нас на ячейчках в случае гонки происходит ожидание. Там есть еще один момент, в котором тоже происходит ожидание. И в целом наш алгоритм, он блокирующийся. Но важно понимать, что неблокируемость это не означает масштабируемость. Это вообще две перпендикулярные задачи. И в этом плане обычно, когда вы дизайните мегапиточные алгоритмы, то вы пытаетесь найти какой-то компромисс между тем, чтобы ваш алгоритм был либо уж совсем неблокирующимся, либо почти неблокирующимся. Но при этом хочется, чтобы он был довольно хорошо масштабируемым. Ну и собственно, да, каналы, которые мы тут придумывали в кодной корротинце, они самые офигенные. Поэтому ждите. Скоро будут. Вот можно код посмотреть в бранче в библиотечке. На этом все. И у нас есть, наверное, минуту три еще на вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы? На какой тачке делался тест? Сколько там было ягод? Вот там на самом деле было 144. Скажем так, там была тачка, где было 4 сокета. Каждый процессор имел 18 ядер плюс гипертрединг. В итоге получается 144 виртуальных потока. Но я там до 64 ограничил. Не, ну в наших экспериментах мы, конечно, дошли до предела. Просто иначе не вмещается в адекватном виде на презентажку. А это неинтересно. Сейчас объясню почему. То есть вообще это очень ценное замечание. Потому что часто какие-то… Часто вообще алгоритмы, которые не блокирующиеся, они нужны, когда получается такой оверсабскрайб сценарий. Когда у вас количество потоков становится больше, чем количество ядер. Поэтому кто-то где-то уснул, у него цепу отобрали, ну и все потоки начинают ждать. Все ядра начинают ждать. В нашем случае это не актуально, потому что у нас есть свой шедулер на корутинах. Поэтому от того, что мы делаем очень много корутин, у нас это не увеличивает количество потоков. Количество потоков мы ограничиваем сами в шедулере. Поэтому для нас без разницы, сколько мы там корутин делаем. То есть в каком-то смысле там… Хорошо, что закрыто. В каком-то смысле у нас же был график с оверсабскрайб сценарием, когда у нас было там тысяча корутин. Но мы, понятно, ограничивали количество потоков этому шедулеру, потому что на практике не будет больше. Активных потоков, в смысле, не будет больше. Там может быть больше потоков, потому что часть из них заняты EO или еще чем-нибудь. Там какой-нибудь поток специально выделен под UI в андроиде и так далее. Но те потоки, которые будут активные, их будет все равно какое-то ограниченное количество. Ну, он сам выбирает. Он адаптивный. Адаптивный к чему? К нагрузке, к машине. Ну, он смотрит, типа, ой, надо еще поток сделать. Идет, делает поток. То есть вот там как-то можно подтюнить, но в целом обычно никому не требуется. Да-да-да. Сейчас объясню. С облаком тут есть такая штука. Очень часто, когда вы вспомните код в облаке, на этой машине, где исполняется ваш код, крутится еще что-нибудь. То есть, если вы там, не знаю, берете машину, не знаю, с 10 виртуальными CPU-шками, это не значит, что вам на сервере сделают стоечку, сделают машину с 10 ядрами и ее туда положат, это ваша машина. Нет, это вам выделят столько времени, которое соответствует 10 ядрам. То есть вам будет как-то вот виртуально выдавать кванты времени. И на клаудах гораздо чаще в неудачные моменты могут взять и отобрать CPU. Это значит, что у вас код, если построен на блокировках, и у вас в неудачное время отобрали CPU, то когда вам его вернут, вообще непонятно. И поэтому все остальные потоки, которые сейчас работают, они будут ждать. И просто такие ситуации гораздо чаще происходят на клауде, чем на вашем сервере. Все. Потому что цепушки, они виртуальные, они реальные. Еще вопросы? Нет вопросов? Ну, всем спасибо. Спасибо.